Хлеб и чекушка Топ 7 фильмов Андрея Тарковского Перестать быть быдлом Блог, давайте посмотрим Писал в своей жизни и решил потратить не на очередное аниме с кошкой-девочками А на духовное развитие И переход от быдла к homo sapiens И посмотрел все фильмы Андрея Тарковского Однако помимо цели стать умным Я так Это ведь так и работает, да Ты просто садишь, сможешь все фильмы и ты становишься лучше Ты преследовал цель повыебово Можно еще типа Запоем их посмотреть Просто для галочки По данным достижениям Именно поэтому представляю Топ 7 фильмов Андрея Тарковского Однако сразу скажу Там я смешно У Тарковского всего 7 фильмов Все фильмы одинаково гениальны И я не могу говорить, что один фильм хуже другого Так как я уже не быдло Поэтому В принципе можно сказать, что есть Некоторые более обычные картины То есть Иваново детство там есть Что-то такое как бы в ракурсности интересное Но в целом именно содержательное Нету там какого-то глубокого содержания Фильмы будут располагаться не по местам А все будут делить первое место Но так как это топ, то все-таки кто-то будет находиться ниже, чем другие Как это работает, я вообще не ебу К сожалению, этот фильм я смотрел одним из первых У Тарковского И мои глаза в то время воспринимали Лишь цветные картинки Но этот фильм помимо своей черно-беловости Еще идет Три часа, блять Это может быть сравнимо лишь с ирландцем Мартина Скорсезе Кстати и там и там Весь сюжет фильма Это пиздет стариков На какие-то отвлеченные темы Но в этот человек Хотя бы тачки взрывают А тут весь секшен Это момент, где Тарковский поджег корову Кстати, нахуя Но фильм же реально выглядел бы лучше Если бы прилетели мстители И начали разваливать монголов Но даже так Этот фильм заставил меня уверовать Советую смотреть под тремя энергетиками Чтоб фильм казался менее затянутым От меня же он получает заслуженные и справедливые 10 из 10 Я ж не быдло Пальмовое масло Пальмовое масло Дебютная работа Тарковского Идет всего лишь полтора часа То есть 4 минуты по Тарковскому К сожалению, я не нашел в нем ничего интересного Забавный факт Если бы фильм был цветным То скорее всего Кстати, мне кажется, он самый понятный из всех Типа и для неподготовленного зрителя Персонаж выглядел бы так Ну а в остальном это просто война Мальчик, хуе-мое Фильм получает справедливые 10 из 10 Потому что березы крутые Там хорошая оперативная работа И опять же, вот эта работа со сном У Тарковского Она там хорошо сделана Проваливание его в сон И воспоминания Считается почти лучшим фильмом Тарковского Повествуют Ну, как бы Опуск Магнум, так сказать Самый знаменитый фильм Тарковского, наверное Именно из-за своего Из-за того, как он сделан Опять же, это фильм воспоминания О том, что Я вообще нихуя не понял Но мне понравилось, что в комментах на ютубе Есть история про то, как какая-то Из интервью Тарковского Мне вспомнится спор по поводу фильма Зеркало Подходящего в одной очень Образованной аудитории Было уже поздно И женщина больше стала Сердиться, что мы так засиделись Да перестаньте вы спорить Сказала она Пора домой идти Поздно уже Мне нужно еще тут убраться И вообще о чем говорить Все ясно с этим фильмом Все понятно И спорить не о чем Все присутствующие задиры славились Очень хорошо Но объясните нам Пожалуйста Если вам все понятно И эта женщина сказала Так, ну что говорить Наделал человек гадостью Свою жизнь Всем тем, кто его любили Перед смертью понял Что ему надо Извиниться Оправдаться как-то Человек мучается И не знает, что делать Выхода не видит Ну, почему нет? Мне понравилось, что в комментах на ютубе Есть история про то, как Какая-то уборщица Рассказала смысл фильма Фильм о том, как человек Надел гадости другим И теперь хочет извиниться И что-то там дальше Не знаю, кто именно Из героев надел гадостей Главного героя Вроде бы вообще не показывают Ни разу за весь фильм Но я обязательно пересмотрю Этот фильм более взрослым Ибо он явно не для тех Кому меньше тридцати И для тех, кто уже успел Натворить гадостей Несмотря на то, что я ничего не понял Фильм получает справедливые Десяти Написал, что монтажить не умеет Хорошая скалейка Десяти От меня, как от будущего уборщика Фильм написан И по одноименной книге Однако, судя по информации Из интернета Сюжет книги и фильма Вообще не совпадает Что превозносит Тарковского В моих глазах Ибо возможно он знал Что читать для быдла И поэтому просто Сделал фильм по приколу Этот фильм отличается От других фильмов Тарковского Ибо снят в замкнутом помещении И поэтому почти лишен Типичных тарковских символов Травы, ветра и воды Хотя последнее все еще Присутствует в сценарии Если вы понимаете о чем я Ну да, как бы странно говорить Что в Солерисе Отсутствует вода Тарковский снял преступление и наказание Но я слишком недоразвит Чтобы понимать подобное Поэтому фильм получает 10 из 10 А концовка это вообще Почти Кристофер Нолан Но вы что до него Смотреть будете Вот и будем Мы же не быдло Итальянский фильм Тарковского Снятый в 1983 году Для анимешников объясню Италия это там Где был пятый сезон Джо Джо А финальная сцена в ностальгии И вовсе нас отсылает К обряду посвящения в мафию Интересный факт Нам здесь не показывают Как именно умирает главный герой Но смею предположить Что его убила именно эта хуетень За такие отсылки к Джо Джо Несомненно этот фильм Получает 10 из 10 И да Мне стыдно за все эти сравнения Может быть все работает наоборот Типа Джо Джо Отсылается к великому Тарковскому То есть впитывает в себя Наследие Я даже не знаю о чем Джо Джо Я знаю что много гомосексуализма Насколько я знаю Вот и накаченных мужчин И все Кстати если смотреть этот фильм Есть любители Джо Джо В оригинале То есть на итальянском То можно и то больше сюжета понять Чем в фильме зеркало Тоже не русский фильм Тарковского Честно не углублялся Почему он начал по другим странам гонять Но хочу заметить Что сюжет этого фильма Очень похож на сюжет ностальгии Поэтому смею предположить Что Тарковский хотел В каждой стране Европы Снять фильм где главный герой Жертвует чем-либо ради спасения мира Вообще мне нравятся фильмы по типу 55 минут нихуя не происходит Завязка Еще час нихуя не происходит Развязка Я бы даже сравнил это с жизненным циклом Нихуя не происходит Посмотрел все фильмы Тарковского Умир блять Также эта картина гениальна тем Что ее можно смотреть вообще Будучи слепым Ибо здесь все действия Это диалоги Если прошлые работы можно смотреть Нифига себе Там неплохая операторская работа В целом Жертвоприношение Снят по сценарию Бритов Стругацких От которого тоже не очень много Осталось И кстати вдохновил Ларс фон Триера На съемку Меланхолия То есть там даже вот это вот дерево Есть Ну как бы Есть некоторые такие прям Звука ориентируясь на Кинообразы То есть В жертвоприношении Наступает конец света И соответственно Главного героя нужно Так сказать Согрешить с ведьмой С женщиной Чтобы конец света Не наступил То здесь мне что блять По губам читать Ну и тогда вы зададите Логичный вопрос Почему же этот фильм Находится выше остальных А это потому что Я смотрел этот фильм Последнему Тарковского И был счастлив от того Что скоро снова смогу Смотреть своего любимого Джукера В итоге Справедливые 10 из 10 Потому что мне нравится Смотреть на статичные кадры 5 минут Хули Герман Хули Тарковский Я видел Геру Я видел звезды Будда Годар 37 мертв Пусть города Под моей бедой Вот отсылки на Великий Псёк Ну это самый очевидный выбор А попсел Продался Наверное я даже рекомендую Этот фильм Хотя я вообще не понял Почему Сталкер Да где вот эти вот Супер мемы Чики Брики Дамки Сидорович Хотя фанаты Сталкера В этом фильме показаны Ну возможно этот фильм Даже рекомендую А так справедливые 9 из 10 И я не быдло Я не быдло Я не быдло Ну Сталкер Ну да Самый понятный Из всех фильмов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok